Сегодня мой доклад посвящен новому влечению метастатической вяльной меланомой. Показывая этот слайд, мы, точнее, привыкли видеть этот слайд для меланомы кожи. И когда мы говорим об успехах меланомы кожи, мы, конечно же, не останавливаемся и уже не вспоминаем тот фатальный 2013 год. Но что же происходит при влечении метастатической вяльной меланомии? Ситуация в неком образе изменилась с 2015 года, когда в первый раз стали появляться данные об ингибиторах тиротинкина, в частности исследования с телометенибом, которое, к сожалению, показало влияние на безрецидивную выживаемость, но не показало влияние на общую выживаемость. И уже в 2017-2018 году возрос интерес к применению чекпоинт-ингибиторов. И посмотрите на эти данные. Это не лучший результат, но и по безрецидивной, и по общей выживаемости. Но в 2020 году все больше и больше исследований, результатов исследований по комбинированному режиму иммунотерапии. И на сегодняшний день это основная, ключевая опция для пациентов с метастатической вяльной меланомией. И мы уже на лекарственном лечении при данной опции достигаем общей выживаемости, по разным данным, до 19 месяцев. И, конечно, прорыв этого года – это появление новых молекул, новых молекул вообще в онкологии, и в частности для лечения метастатической вяльной меланомии. Об этом я поговорю чуть позднее. Итак, что же на сегодня мы все-таки знаем об авиальной меланомии? Что практически каждый третий пациент после лечения первичной опухоли у специалистов-офтальмологов обратится к онкологу с развитием метастатических проявлений. 90% из этих пациентов будут метастатические очаги локализоваться в печени. Примерно половина – это будет только печень, и около 43% – это печень плюс другие органы. И, к сожалению, фатальность определена тем, что смертность пациентов в первый год после выявления метастаза достигает 80%. Что влияет на этот процесс? Уже немало мы говорим о молекулярно-генетических маркерах. Мы понимаем, что у вяльной меланомии есть кожная, и она отличается не только клинически, но и по молекулярно-генетическим аспектам основным. И сформировано 4 прогностических класса при у вяльной меланомии от низкого промежуточного до высокого и крайне высокого с развитием метастатических проявлений в первые 3 года у 90% пациентов. Опущу влияние хромосомных аберраций на данный процесс и остановлюсь на генетических маркерах, предикторах. При низком классе мутации в гене ЕФ1АХ с промежуточным SF3B1 и инактивацией гена БАП1 при высоком риске. Все эти параметры на сегодняшний день включены в рекомендации NCCN, и уже сейчас согласно определению молекулярно-генетического портрета опухоли мы можем прогнозировать риск развития метастатических проявлений и правильным образом наблюдать таких пациентов. Это своего рода тоже прорыв, конечно, не этого года, но на сегодняшний день нам нужно обязательно это учитывать и стараться определять молекулярно-генетический класс. Есть панель, она доступна, но, к сожалению, пока только на коммерческой основе. Это тест-десижн, который уже выполняется в том числе и на территории Российской Федерации, но пока, к сожалению, за счет самого пациента. Итак, многолетние споры по влиянию мутации в гене ЕГНАХ на 11 на течение метастатической болезни. И что мы можем сказать, что вот первые те данные, которые показывают некий такой благоприятный профиль, благоприятное течение метастатической болезни при наличии мутации в гене Q209P. И, к сожалению, отсутствие влияния инактивации гене ПАП-1 на течение метастатической болезни. Эти данные были представлены на АСКО в этом году. Интерес возник к мутации промежуточного прогноза SF3B1, а именно на наличие этой мутации и предиктора ответа на иммунотерапию. Дело в том, что доклинические данные показали, что данный тип мутации ведет к продукции неоантигена и таким образом может потенциально изменить иммуночувствительность опухоли. Итак, на слайде представлены данные ретроспективного мультицитрового исследования. В исследовании было включено 58 пациентов с мутацией в гене СФ3B1. Из них у 52% пациентов была поражена печень. Обратите внимание на медиану времени до развития метастаза. Она составила в среднем 6 лет. 26 и также обратите внимание на этот срок 26,7 месяцев. То есть пациенты с увиальной меланомой должны наблюдаться пожизненно. Нет некого такого порога, когда могут развиться метастазические проявления. И даже такой срок – это не предел для увиальной меланомы. Мутация в данном гене обнаруживается 20-25% пациентов. И ключевыми точками данного исследования оценки было влияние на частоту объективного ответа и влияние на общую выживаемость. На данном слайде представлена клиническая характеристика пациентов с мутацией гене СФ3B1. Идеально общей выживаемости составило практически 4 года. Однолетняя выживаемость составила 94%. Обратите внимание, сколько жили пациенты, у которых не была поражена печень. Это практически 6 лет по сравнению с тремя годами общей выживаемостью пациентов, у которых была поражена печень. И на этом слайде представлена характеристика пациентов, которые получали иммунотерапию. В исследование вошло 34 пациента. Анализу были подвергнуты 33 пациента. И здесь мы видим интересные данные, а именно частота объективных ответов составила 9%. Один пациент получил иммунотерапию в комбинированном варианте, и они были мабы с эпилемумабом. И один пациент, у которого был достигнут частичный ответ, получил локорегиональное лечение. Медиана общей выживаемости составила 20 месяцев. Конечно, эти результаты являются обнадеживающими, и, возможно, влияние гена, мутации гения СФ3В1 будет рассматриваться как некий такой предиктор, и в том числе будут планироваться дальнейшие клинические исследования. И, конечно, тот прорыв, о котором я уже сказала, это о новой молекуле, молекула МТАК. Это так называемая биспецифическая молекула, которая соединяет напрямую Т-лимфоцит с опухолью. На слайде представлен дизайн данного исследования. В чем ограничение? Ограничение в определенном генотипе Ашаля, Ашаля А0201. Он встречается у 50% пациентов. Данный тип сродин с мутацией Бира в прикожной меланоме. И, к сожалению, это является основным критерием, предиктором чувствительности данного препарата. Пациенты не должны были получать терапию, и пациенты включались с любым уровнем ЛДГ. Исследование было рандомизированное, исследование третьей фазы, два к одному. Тепентофуз с еженедельной эскалацией дозы максимально до 68 микрограмм. И на этой дозе наступала плата. Пациенты лечились до прогрессирования либо развития нежелательной токсичности. И другое плечо – это препараты по выбору исследователя. Докарбазин, ипилимумаб или пембрализумаб. Первичной точкой оценкой данного исследования была общая выживаемость. Вторичная – оценка времени до прогрессирования и частота объективных ответов. На слайде представлена характеристика пациентов. Группы были хорошо сбалансированы. И были получены следующие результаты по частоте объективных ответов. Это 9%. По сравнению с группой на тепентофузпе, по сравнению с группой по выбору исследователя – это 5%. У одного пациента был достигнут полный ответ. У 29% пациентов, у 22% пациентов был достигнут частичный ответ. Стабилизация болезни – 37%. По сравнению с препаратами по выбору исследователя – 22%. И вот, пожалуй, самое главное преимущество данного препарата и самый главный слайд – влияние на общую выживаемость тепентофузпа – 21,7 месяц по сравнению с 16% по выбору исследователя. Это действительно прорыв. И эти данные требуют дальнейшего изучения. И, возможно, препарат тепентофузп в ближайшее время будет зарегистрирован. И мы, конечно же, ждем его появления, в том числе, и на территории Российской Федерации. Потому что на сегодняшний день эти данные впечатляют специалистов, которые занимаются лечением метастатической вяльной меланомой. При субанализе мы видим также все преимущества в сторону тепентофузпа. Особенность преимущества, опять же, о чем мы говорим, о том, что как можно раньше нужно выявлять метастатические проявления. Это влияние в том числе и на эффективность тепентофузпа. Не было получено значимых различий по времени до прогрессирования. Это 3,3 месяца по сравнению с тремя месяцами в группе препарата по выбору исследователя. Но вот здесь, пожалуй, самый интересный слайд. Это пациенты, которые спрогрессировали. И некий такой подгрупповой анализ, опять же, показывают преимущества тепентофузпа над всеми группами, над препаратами по выбору исследователя. Это карбазин, и перимумаб, и пембролизумаб. И продолжая эти данные, мы говорим о том, что пациенты, получившие табентофузппп и спрогрессирующий, все равно живут дольше пациентов, которые получили препарат по выбору исследователей и спрогрессировали. Это феномен данного препарата, который, конечно, также требует дальнейшего изучения. Говоря о лечении, мы всегда должны помнить о нежелательных явлениях, особенно нежелательных явлений новой терапии. Начиная исследование, и здесь также Светлана Анатольевна меня, возможно, в дальнейшем прокомментирует это, мы очень боялись работать с этим препаратом, а мы участвовали в этом клиническом исследовании, мы крайне боялись, как наши пациенты будут переносить. И действительно, что очень важно отметить, не было смертей, зарегистрированных на фоне лечения данным препаратом, но 99% пациентов развились нежелательные явления 1-2 степени, 45-3-4 степени. И нежелательные явления разделились по двум, будем так говорить, патогенетическим факторам, это синдром освобождения цитокинов и связанный с кожной токсичностью. В основном у наших пациентов мы наблюдали развитие перексии, выраженного озноба, гипотонии, что в принципе связано с особенностью самого препарата, с механизмом действия, активация цитотоксического лимфоцита. Но опять же, если мы посмотрим на этот слайд, то нежелательные явления нивелировались уже к 8 неделе, и пациенты в целом переносили терапию достаточно благоприятно на уже высокой дозе, на дозе 68 микрограмм. Итак, исторически, с учетом того, что у виальной меланомы в 45% все-таки поражает изолированной печень, интерес всегда касался лоокорегиональной терапии. И как о самом перспективном методе, неоднократно говорили о химиоперфузии. Разработка новых фильтров привела и к некому новому исследованию, результатам этого исследования, фокус, которое было представлено, опять же, на АСКО в этом году. Это исследование 301, визированной третьей фазы, в которой планировалось изначально, что разделение будет на две группы, но, к сожалению, второй группы так в итоге и на плацена не была набрана, и продолжением этого исследования было исследование 301А, которое уже вошло 59 пациентов. Итак, пациента проводилось через кожную химиоперфузию с мелфонаном, то есть 3 мг на килограмм, всего было 6 циклов, и каждые 6-8 недель. Первичная точка оценки – это частота объективного ответа. Анализу были подвергнуты 79 пациентов. Обратите внимание, было зарегистрировано 6 полных ответов, и у 20 пациентов было зарегистрировано частичные ответы по сравнению, опять же, с группой по выбору исследователя. И что важно отметить, время до прогрессирования при данном методе лечения составило 9 месяцев над тремя месяцами, опять же, препаратов по выбору исследователя. Использование нового фильтра позволило также уменьшить количество нежелательных явлений. Но в целом у 40% пациента развились достаточно тяжелые нежелательные явления, об этом нужно помнить, и возможно мы вскоре увидим... Валерия Витальевна, время. Я извиняюсь, тогда я пробегусь. На эту тему мне хочется говорить достаточно долго и много. Верю. И действительно, АСКО 2021 года дала много исследований, и вот я тогда кратенько пробегусь по химиоперфузии, опять же, мелфоланам. Исследование, которое, возможно, является продолжением предыдущего, это в комбинации с эпилемумабом и неволумабом. И исследование, опять же, на мой взгляд, очень интересное. Это новый препарат Дефоктиниб, новый альтернативный путь приувиальной меланомы и влияние на активацию пути. И обратите внимание, какую гипотезу выдвигают исследователи. Частота контроля над заболеваемостью 50% пациентов. И еще одно интересное исследование, это комбинация неволумаба с рилатлимабом, это препарат от БМС, это новый препарат от Блокатор ЛАК-3. И здесь, опять же, интересная гипотеза, это частота объективного ответа больше 20%. Коллеги, благодарю вас за внимание. Извиняюсь, что превысила свой регламент. Но, как я уже сказала, это такая животрепещущая тема, тяжелые пациенты. И, конечно, хочется, чтобы поскорее вся та эффективная терапия, о которой мы говорим, оказалась в том числе и в наших руках. Спасибо. Спасибо. Алексей. Спасибо.